ваша я включил запись же не пожалуйста начинать спасибо сейчас я тут потерял как я случайно что-то испортил они просто видно 4 я буду рассказывать нашу уже можно назвать многострадальную работу с ильей думанским игорем ахлиным и евгением фигиным приведенных кольцах арок надо вторическими кольцами первых что такое кольцо арок мантра звучит так что это кольцо функции на многообразие арок конкретно что это значит пусть у нас мы стартуем с какого-то конечно порожденного кольца и идеал соотношений тоже конечно порожденный определяем следующее кольцо оно будет порождено набором переменных x и житая то есть мы каждую переменную размножим делаем из нее бесконечную серию то есть и x и житая где и от 1 до n и житая от 0 до бесконечности ну и поскольку у нас перемены занумерованы вот такие вот наборов то очень хочется собрать их производящую но собственно говоря раз хочется то и нужно определим вот такой вот определили теперь у нас есть соотношение вот эти вот f1 fm то есть было соотношение если честно его написать это 1 то есть это какой-то многочлен теперь мы в это соотношение можем подставить аргумент аргумент ну что и получили какой-то формальный ряд но это дело можем обозвать как и 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 можем написать соотношение это и и и и и и факторизовать по нему кольцо и вот это вот кольцо и и назовем j бесконечности из этого определения не видно, но на самом деле эта конструкция не зависит от выбора образующих ее соотношений более того, можно дать инвариантное определение и даже не одно более того факт j бесконечности это функтор чем этот функтор не совсем хорош тем, что даже если в r нет ниль патентов в кольце j бесконечность они есть поэтому мы будем интересоваться кольцами приведенных джетов то есть что-то такое это просто д бесконечность от r фактор по ниль-радикалу пример того, что ниль патенты могут появиться в самый базовый следующий рассмотрим кольцо x, y фактор по x, y то есть тогда в j бесконечность от r потому что у нас оно порождается элементами x какой-то y какой-то ну и в частности у нас есть соотношение и и и и и и и и утверждается то, что элемент x 1 y 0 ниль патент в этом кольце проверяется самым, что не надеюсь, в прямом вычислении которого я сейчас делать не хочу и на самом деле эта ситуация крайне распространенная более того, данный пример не совсем показательный потому что здесь в кольце r есть делители нуля но ниль патенты в приведенном кольце встречаются даже если делителей нуля нет пример приведенных карет джетов, которые встречаются в теории представлений это следующий пусть у нас там это алзебра ли ну и кстати если уж совсем для чистоты типов а и с функции кольцо функций на соответствующем называется главное финное пространство оно же кольцо главных этих самых кольцо глобальной сечения представлений на многообразии флагов это у нас прямая сумма модулей в лямбда где лямбда это все доминантные веса так вот в случае типов а и с честно а в случае произвольных типов почти честно то есть нам нужно еще добавить целое замыкание мы имеем что приведенные кольца джетов от этого кольца это прямая сумма двойственных модулей вейля определение которых я сейчас давать не хочу вот и я сейчас хочу рассказать о том какие свойства вот это вот кольца двойственных цветочки модулей вейля нас интересуют и эти свойства доказываются методом теории представлений очень нетривиально а и я хочу рассказать о том что эти свойства на самом деле встречаются у довольно широкого класса колец по причинам совершенно не связанным с теорией представлений в частности у некоторого класса теорических колец до объяснения почему это так я надеюсь сегодня дойду свойства следующие возвращаемся к нашему кольцу и пусть на нем действуют дифференцированиями некая алгебра ли выбрали подтверждение на кольце приведенных джетов действуют алгебра токов с шесть а ц джетов токов с джетов Все дифференцирования сохраняют не радикал, как довольно несложно проверяется, поэтому она действует и на приведенных джернах. Что это за действия? Ну, во-первых, мы писали для образующих X, Y, T. На самом деле… Женя, в левой части что-то не хватает. А, ну, спасибо. На самом деле, более-менее то же самое можно написать и для произвольного кольца, то есть для произвольного элемента из R. Можно единственным способом написать ряд… Это легко следует из… Может быть, уже индекс E у R не нужен. Спасибо. Это легко следует из того, что мы можем добавить образующих, и если мы поверим в то, что определение кольца джетов не зависит от образующих и соотношений. Ну, хорошо, а теперь у нас было действие на кольце R. То есть мы можем написать H от элемента R. А теперь мы хотим подействовать элементом ошитым. Чтобы так подействовать, мы хотим подействовать элементом суммой… А, сейчас, прошу прощения. H на S в степени Y. Мы хотим подействовать этим элементом. Ну, поскольку мы можем действовать на элемент R, то мы можем написать H… H от S умножить на R от S умножить на S степени Итова. Ну, и я утверждаю то, что, рассмотрев на этот ряд по-коэффициентно, мы определим некое корректное действие алгебры токов на кольца джетов. Так, давайте я сотру паразитные вещи. Вопросы? Хорошо. Нас на самом деле будет интересовать не любое действие алгебры токов, а совсем простое. Наши кольца будут градуированными. Можно градуировать не только полугруппой Z, но там полугруппой Z в какой-нибудь степени. И все будет то же самое. Я буду для простоты писать про Z, тем более, что мы все, что нужно, доказываем для этой полугруппы. Что значит создать градуировку? Это значит создать действие одномерной алгебры Ли. То есть, у нас рассмотрим алгебру Ли H, который состоит из одного элемента, который я обозначу буквой H. Ну, давайте считать, что там где-то название алгебры Ли это H-ротическое, а там где элемент это H-латинское. Но поскольку я их пишу одинаково, то будем это иметь в виду, но никак не обозначить на письме. И действие зададим следующим образом. То есть, для элемента из R-катова, естественно, H на... Ну, такое, на первый взгляд, совершенно глупое действие алгебры Ли. На джетах выглядит уже чуть-чуть поинтересней. То есть, у нас есть элементы R-житое, и если мы к нему применим элемент H на S-итое, то это будет равно К на R-жи минус И. Если жи минус И больше нуля. И ноль иначе. Ну, это легко проверяется из той конструкции, которая была написана выше. Почему... Чуть-чуть опустить вниз. Что-что? Чуть-чуть вниз опустить формулу. Что-то я потерялся. Что такое К тут? Кра – это элемент градуировки, который вам принадлежит R маленькая. Ну, видимо, просто... А этот маленький H – это... А, это вот R разбит в эту сумму. Все, я понял. А, у вас H одномерная просто, да, здесь? H одномерная, да. Ну, если градуировано большим количеством, то... Групп Z, то стальхита и мерная, но вы не говорите про одномерное. Хорошо. Хотя вот... Следующий пример, который я сейчас назову, он будет как раз... Многомерным. Что мы знаем про модули Вейлия? По определению, кольцо модулей Вейлия у нас прямая сумма... Напомню еще раз. То есть, оно градуировано Z в степени. Женя, вы звездочку не хотите там вешать? Хочу, но забываю. Ранг же. Ну, поскольку оно градуировано, то на нем действует алгебра... Вот такой вот размерности, которая даже под алгебра Картана. Ну да, ну и прошу заметить, что это действие довольно плохо связано с естественным действием алгебра Ли на модулях Вейлия. То есть, на самом деле, оно приходит там из правого действия. Ну, это совсем другая история. Давайте для простоты буду говорить про случай SL2, когда ранг равно 1. То есть, что в этом случае у нас прямая сумма... Значит, что мы знаем про алгебру АТС? А точнее говоря, про ее универсальную обертывающую. Ну, что это? Алгебра многочленов? Рожденная элементами... Ну, где не нужно обращать внимание на то, что тут написано HS и HHS квадрата. На самом деле, это просто свободные коммунирующие переменные. И есть такая теорема, которая в случае SL2, наверное, довольно несложная, но очень сложная в общем случае. Рассмотрим в этой алгебре под алгебру АЛЯМДА для некоторого числа ЛЯМДА. ЛЯМДА, наверное, занято. АНТ, которая будет универсальная обертывающая, которая будет кольцом напрочленов от HS и до HS в катой. А там АКТ? АНТ, я понял. Лучше переписать, наверное. А кто такой К, если там АНТ? Спасибо, что ловите на этих местах. Я тут часто... И вот АНТ на градуированной компоненте соответствующей весу Н Действует... Что такое WN со звездочкой? Вот это вот прямое слагаемое. А это SL2 формулируете? Да. Ну, я сформулирую для SL2, я думаю, очевидно, как это вообще действует... КО свободно. И даже с конечным... КО образующим. КО образующим. На самом деле про это действие можно сказать и еще ряд вещей. То есть, на самом деле, вся обертывающая на НТой градуированной компоненте действует как кольцо симметрических функций от Н переменных. Ну и в частности, кольцо симметрических функций от Н переменных, как мы знаем, порождается первыми Н степенными суммами. И вот эти вот элементы действуют как степенные суммы. Ну и в частности, вот есть такое свойство для кольца модуля Вейля, которое, как я уже сказал, является неким приведенным кольцом джетов. Ну и хочется понять, насколько это свойство что-то сложное, там, родом из теории представлений и так далее. А насколько это ожидаемый алгебологический факт. Прости, а H как действует? То есть, вот это разбиение на WN – это не собственные значения H, я запутался. Это собственные значения H, ну, дословно да, то есть, вот то, которое без S – это его собственные значения. Сейчас. Сейчас, просто вот эти WN… В смысле, это представление алгебры токов, да? Да. Но H там не действует, или он лежит в центре? Нет, H действует. Да, ну, во-первых… А, то есть, H на всем представлении действует числом? Да. То есть, он лежит в центре? Еще сейчас, во-первых, то, что это модуль Вейля, ты на это сейчас не смотри, потому что модуль относительно другого действия алгебры Вейли. Ладно, как-то тут сложно, видимо. Нет, на самом деле, ничего сложного. На кольце функции на группе у нас группа действует и слева, и справа. Мы смотрим N+, варианты относительно правого действия, которые на самом деле вот это вот. Так вот, на N+, вариантах относительно правого действия. С одной стороны остается левое действие, с другой стороны остается правое действие под алгебры Картану. Вот это оно. Ну, точнее, ну, а здесь то же самое, только токовая версия, то есть только токовая Картану. Отлично, спасибо. Ну, хорошо, давайте я теперь формализую то свойство, о котором уже давно говорю словами. Пусть у нас есть кольцо R, есть кольцо приведенных джетов над R. Пусть у нас R-градуировано. Ну, да, тогда, в частности, и же бесконечности от R-градуировано. Даже приведенные. Ну, для этого действия, как и было написано выше, определим H, определим H от S. И определим алгебры. Энты. Мы называем, ну, по поводу удачности криминологии, можете ругаться, буду рад, потому что я не уверен в том, что она удачная. Если R-р называем А-ко-свободной. А-ко-свободное кольцо, ляк, свободная алгебра. Если для любого N действует. Энты. 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 Ну, наверное, с конечным числом образующих. Ну, во-первых, не сложно проверяется. Ну, чего я здесь делать не буду, конечно же, но не сложно проверить. Энты. 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 А почему это необходимые условия? А может быть, я, конечно, тут вру, но, по-моему, необходимые все-таки сейчас. В общем, я не скажу. Вы уверены, что не бывает примеров ни квадратичных, где КО свободно? Ну, теоретических точно не бывает. Прям точно? А как это можно было бы проверить? Там точно появятся не главные идеалы, я уже забегаю вперед, от не квадратичности. А не главный идеал, это именно что не свободность на двойственном языке. И мне кажется, это рассуждение может дотянуть до общего случая. Ну, ладно, давайте будем считать красный цвет символом того, что могло ошибаться. Но вроде бы это должно быть. Как-то сильное утверждение, на самом деле, я даже не знаю. Ну, как, сильная теорема о том, что все плохо, ну... Ну, так. Игорь, а вы тоже считаете, что так, да? Ну, мне... Не знаю, нет, что-то несомнительно немножко. То есть, мне тоже удивляет сила этого утверждения. Ну, давайте поставлю знак вопроса. Ну, вроде это должно быть так. Ну, хорошо. Ну, в общем, интересно не это. Интересно то, что хочется найти. Достаточно услуги. Достаточно услуги. Примеры того, где это выполняется... Ну, это, во-первых, вся классика про модули Вейля. Во-вторых, не классика про почти модули Вейля от Ильи Думанского и Жени Фегина. А можете сказать год? Прошлый, наверное, позапрошлый. Хорошо. Позапрошлый, наверное. Скорее. Хорошо, примеры. И чем еще это свойство хорошо? Когда оно выполняется, то посчитать характер этого кольца уже проблему из себя не представляет. То есть, обычно, когда это доказываем, то по дороге доказываем за разом. То есть, по дороге доходим на конечные наборы кообразующих. И поэтому из этого все следует. То есть, мы хотим следующую вещь. Хотим. Если уж не знаем достаточно условия, то ники широкий класс примеров. Давайте посмотрим. Хорошо. 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 искать будем где искать будем под фонарем то есть среди литерических многообразий что на самом деле не так далеко от науки про модули вилле потому что по крайней мере в типах а и c модули вилле можно изучать с помощью аторического вырождения собственно говоря и сводить все к подобным вещам мы хотим градуированные аторические кольца то есть говоря по-научному однородные координатные кольца про активных тонических многообразий говоря конкретно следующая вещь пусть у нас много ранее целочисленный дальше мы можем рассматривать его сумму минковского собой можем рассматривать целые точки внутри него хорошо теперь давайте введем переменные ну и для каждой точки назовем это бар альфа для каждой точки альфа сп определим элемент у в степени бар альфа степени мультииндекса то есть что то есть один степень альфа 1 и так далее ну что ну и можем определить кольцо давайте заведем дополнительную переменную w просто умножим на вот это вот дело и определим кольцо rfp как кольцо порожденное w ик степени вар альфа тогда поскольку это кольцо порожденному новыми то что такое w дополнительные переменные то есть у нас переменная то игрек один игрек н и дубль войны альфа это вот эти целочисленные точки в многограннике до пробега пробегает вот в определении беру лишний дикит эластик пропал дашь наверно не уберу ну то есть альфа бар это целочисленная точка из пэда по построению радуирована при каких-то хороших условиях на многогранник одно оказывается еще за разом действительно там кольцом функции при условиях нормальности об этом сейчас говорить не хочу это кольцо имеет радуировку по степени на самом деле она еще и больше радуирована но сейчас об этом не будем и давайте напишем кольцо приведенных джетов которая как уже писалось прямая сумма капель розыгроводов компонент хорошо теорема ну у нас и утверждение там в полной обществе но чуть более общее но в данном случае что нас интересует нас интересует следующее мы можем написать элементы ирик дубль в ирик бар альфа от с которые входят можем написать коэффициенты этих элементов альфом и непрямая спасибо тогда джей бесконечность приведенная прошу прощения подтормаживать доска начала порождена этими элементами скажем что вас там написано жизнь бесконечность и ряд а дальше от р это на самом деле б порождена вот в вот такими вот элементами то есть мы на самом деле изучаем все что порождено коэффициентами вот таких вот рядов рядов я не знаю почему это теорема неопределение теорема это фактор по нидрадикалу а теорема или которую мы раз недавно дописали недавно ставили то что вот вот этими вот вещами на самом деле порождается и именно фактор по нидрадикалу а ничего то меньше определение пропустила вы не могли чуть-чуть промотать вверх альфа это кто альфа что пробегает альфа точки от многогранника по этим точкам определяем вот такое вот кольцо определение чего джей бесконечный сред это что-то фактор этого кольца по нидрадикалу определение не знает о том что это кольцо во что-то вложено не но у вас же даже большое кольцо порождается с этим дубль в игре степени альфа тс а это его фактор почему что-то что-то я не понял чем утверждение у нас есть кольцо которое порождено вот этим дубль в на игре степени альфа да дальше порождено и порождено мы теперь не знаем что его элементы вложены в кольцо r и мы можем взять от него джеты так можем даже взять от него приведенные джеты так вот а с другой стороны мы можем внутри кольца наночленов от каждого элемента написать такой ряд как тут написано так и породить кольцо его коэффициентами так так это это две разные конструкции а теорема то что это одно и то же ну то есть у нас есть отображение из приведенных джетов в джетов кольцо наночленов а то что это отображение на самом деле инъекция того то что тут написано это то что ли я доказал почему инъекции же просто что что-то я согласен что что-то две разных конструкции вот видимо я не понимаю вторую чем 2 отличается от первой внутри кольца наночленов да внутри джетов кольцо наночленов а все 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 это отдельно но все 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 я понял вопрос в каком месте мы джеты взяли все хорошо договорились а можно еще раз отмотать к определению р от п у меня вот такой вопрос а тут запятой между w и y альфа бар это специально нет они как бы умножены да а просто хорошо сейчас раз такой вопрос то эту точку поставлю по центру ну то есть мы хотим чтобы на самом деле p2p 3p и так далее склеить в один конус пространстве на одну размерность больше и взять все точки из него вот при условии какой-нибудь нормальной многогранника эти точки это базе вот этого кольца где w номеруют из какой суммы венковского тонна граника с тобой мы мы взяли ну хорошо то есть мы на самом деле будем изучать вот этого под кольцо порождена этими элементами ну давайте я скажу часть ответа который получился а дальше если успею то немножко про доказательства пусть у нас поэт бумерны в этом случае я не утверждаю что это полный ответ но это класс примеров которые свои полотой мне все такие довольно таки нравятся и пусть многогранник p у нас следующего вида пусть у нас все функции из рфр не пойду даже не всего это из отрезка выпуклая я поэта . теперь у вас или это многогранник на грани к большой а тогда там значок неправильно я все понял понял прошу прощения функция выпуклая и такая что сила и если к целое тогда спустим под график этой функции под график вы имеете ввиду не часть графика то что находится под графиком что под график это не то что часть графика а это то что под графиком да ну я этот термин узнал когда в первом на первом курсе рассказывали что такое интеграл я но это есть такое слово русское серьезно под график и над график по-русски под график это однозначно часть график вот смотрите ну ладно давайте ссылка на википедии то есть у нас есть отрезок от 1 от 0 до 1 есть какие-то числа и функция которая в каждой целой точке целая выпуклая целая целая и так далее ну то есть на самом деле функцию кси можно считать точно линейный там граница там на гранник это некая ломаная которая сверху выпуклая снизу прямая вот ну и я думаю понятно что здесь нарисовано очень надеюсь то есть r от p это а к свободу и мы умеем считать характер ну то есть дальше примера можно плодить большим количеством способов в разные стороны у построенных примерах есть один недостаток я надеюсь временный хотя не уверен за ними абсолютно не видно системы для чего-то посчитать удается для чего-то нет ну поэтому дальнейшие случаи когда все хорошо я описывать не буду сейчас скажу несколько слов про доказательства возьмем теперь некоторое кольцо а а ладно давайте сначала возьмем просто кольцо многочленов что мы о нем можем сказать можем сказать что оно оно например то что его кольцо джетов это тоже кольцо многочленов джетов 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 и градуировка с кольца всегда перетаскивается на кольцо джетов то есть мы можем рассмотреть образ этой градуировки здесь это кольцо тоже а именно мы можем каждую мановому приписать его степень просто забыл верхний индекс то есть у нас то есть у нас джетов 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 ты содержим node тогда давайте возьмем некий элемент лямбда из и рассмотрим лямбда градуированную компоненту этого кольца то есть то есть что такое это векторное пространство с базисом вроде нигде не набрал что там произведение от 1 до иксы для долям до и делям до его вот отсюда ну такое векторное пространство теперь давайте для ускорения я буду действовать методом тряпки давайте посмотрим на все вот такие вот элементы и насыпь им много свободных переменных а именно пусть у нас будут свободные переменные с и где и равно от 1 до n и же от 1 до лямбда и того тогда вот этот элемент мы теперь можем умножить на произведение с и того в степени же карты то есть на самом деле этот элемент можно записать и совсем просто то есть мы можем написать x и это от s от s и житого по тому же принципу что что писалось выше что такое икс вот чего-то ну и теперь можем умножить это даже не там в правой части плохо написано там ясен спасибо да у тебя все равно плохо у вас же есть много разных с и с верхним индексом g да и они еще возводятся в какие-то степени ну ладно сейчас слева написано правильно как справа написано правильно справа неправильно сейчас она должна быть с и 1 степени ну там как-то многочлен тоже да 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 степени а и же не 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 подождите степень вот у вас есть переменные с и с верхним вырезком g да в левой в левой части их степень соответствует верхнему индексу переменной x и то есть я то есть ну как бы как мы хоть что мы хотим написать правой части я боюсь совсем без без суммирования там не получится написать вот мне так кажется ну либо либо можно написать симметрический номерально симметрический многочлен и тогда не надо а не сумме сейчас я что-то потерялся ну ладно ну хорошо давайте поверим то что в левой части написано на самом деле то что хотелось то есть что 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 ну 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 ладно не перезачеркивать действительно какая-то сумма ладно застрял бывает что я хочу сказать что с помощью этого элемента мы хотим отождествлять двойственное пространство к градуированной компоненте с некоторым кольцом симметрических функций мне кажется мир не готов это увидеть сейчас все что не надо замахаю шучу показать таких больших формул никому легче не станет вы лучше конкретно написать не нужно как слайд показать сказать что эта формула она что-то там выражает но вот это это вот та формула можно сказать что вот там сидит маномиально-симметрический многочлен ну да ну хорошо одну простую вещь сделать можно взять при считать что и только одно у нас написать произведение двух таких штук все будет видно то есть x и я ну скажем x и от s и 1 умножить на x и от s и 2 очень хорошая идея да все будет ясно раскрыть просто и увидеть что получится у нас будет сумма по выражении x и там же 1 x умножить на с и 1 же 1с с и 2 степени жиль 2 плюс с и 2 степени жиль 2 степени жиль 1 что из этого последний уже один ненужной скобочки главное что из этой формулы следует увидеть то что отморочтен симметрический и с помощью подобного выражения можно естественно отождествить во-первых то что у нас еще же я бы надежности стер правую часть формула которая написана строчка выше чтобы не смущать я вдруг резко разучился раскрывать скобки бывает такое то есть с помощью подобного выражения есть там применять ему элементы двоистного пространства вот этой градуированные компоненты можно построить некий изоморфизм строим изоморфизм а именно что подыгранная компонента лямбда и двоистное пространство к этому делу кольцу симметрических многочленов от и от 1 до н же от 1 до лямбда и того и симметрический в том плане что он отдельно симметричен пока по каждой группе переменных с одним и тем же низким и нижним индексом то есть симметрично относительно группы с лямбда 1 и что значит что изоморфно ну во первых как и градуированные векторные пространства более того это нам не понадобится но можно сказать о том что на вот этом кольце на самом деле есть естественная структура коумножения и это ее дуализация а что нам понадобится понадобится нам то что кольцо у нас кольцо многочленов у нас степени инградуирована следовательно у нас есть действие айблево алгебра ли действует ну давайте для понятности оставим только h1 и рассмотрим часть этой градуировки только первую компоненту градуировки тогда что то тогда у нас в частности действуют алгебра токов алгебра токов и так далее она действует на градуированные компоненты кольца джетов вопросы какое двойственное действие на соответствующим на двойственном пространстве на теорему не тянет двойственное действие к элементу h1 с степени кат это умножение на степенную сумму а у и и в и и и Ну вот, то есть двойственное к действию на вот этот вот градуированную компоненту, это на самом деле просто умножение на степенную сумму. Поэтому мы будем изучать двойственные части к градуированным компонентам относительно действий, не которых вот таких вот под алзебр. И для них будем доказывать то, что это двойственное действие свободно относительно умножения на степенные суммы вплоть до лямб-докаты. Хорошо. Наверное, новую часть сюжета начинать уже не нужно. Так что спасибо за внимание. Спасибо, Женя. Спасибо. Какие-нибудь вопросы? Да, можно я задам вопрос? Да, конечно, Андрей. Вот у меня вопрос по предыдущей теореме, где было сказано, что кольцо джетов порождается чем-то. И вот вопрос такой, это не вопрос, а пожелание. Можно ли разобрать какой-нибудь пример простой, который эту теорему демонстрирует? Ну, там, скажем, двумерный многогранник какой-нибудь простой. Сейчас какую-то... Теорема выше. А, и я понял. Да, хорошо, сейчас. Мне кажется, вообще был бы полезен пример квадрата не только для этого, а еще для того, чтобы показать, как эта код-свободность дает возможность посчитать характер. Ну, это, может, сложнее, конечно. Ну, сейчас, ну, хорошо, давайте начну с простого примера. Давайте, пусть у нас будет... Давайте даже не квадрат, а чуть больше содержательности. Вот такой вот многогранник. Ну, то есть, мы знаем, что R от P по определению порождается элементами W W X1 W X1 W X1 W X2 W X2 W X2 W X2 X1 W X1 X2 В 14 В 14 한테 15 16 16 15 который может имеет смысл прям соотношение сразу написать или нет сейчас напишу здесь их много и тут будет одно нитриальное поэтому wgd с степень ниже а вот например w x1 от с то есть по зажеванной конструкции это w от с x1 от с то есть что такое в нулевой степени это у нас будет w 0 x 1 0 плюс 0 x 1 1 x 1 0 s плюс и так далее ну и вот этот вот элемент мы называем w x1 ноликовые это w x1 первое и так далее ну и я думаю понятно определение в таких элементах произвольный элемент с верхним индексом в кольце r от p у нас есть как в вторическом кольце есть некий набор соотношений тривиально из них ну например что вот этот умножить на умножить на вот этот равно вот этот умножить на вот этот и такого плана сколько угодно соотношений то есть из каждого квадрата там из каждой прямой вот в данном примере оказывается что если мы просто определим кольцо вот этими образующими и вот вот соотношениями произведение двух равно произведение других двух и возьмем от него джеты то окажется что в этом кольце будут нельпатенты а именно коэффициенты следующего ряда понятно что такое или если я нигде не пробрусь то русская с коэффициентами пока что это соотношение выполняется это ноль в кольце джетов от игриков а если мы вот тут поставим производную ps над одним из умножителей каждый раз то это будет не ноль но это будут нельпатенты в кольце джетов а вот и в кольце порожденном вот такими вот элементами на коэффициентами вот этих вот произведений этот элемент уже будет честным нурем ну и не знаю объяснил наверно и плохо и да хотелось бы какое-то описание вот этого кольца и рад п это квадратичное кольцо и как и я я полагаю чтобы было понятнее может быть все таки вернуться в приложении игоря рассмотреть вот квадрат один на один сейчас вы отвечаете на более сложный вопрос нет хорошо если если р от п туда то это квадратичность давайте обозначим вот эти элементы через y это кольцо у нас в случае квадрата порождено y ноль ноль это кольцо многочленов вот y ноль ноль y ноль один давайте напишем c вот ну сейчас но он не немногочленов факторы но фактор кольцом нужен фактор по такому соотношению теперь можно написать что такое джеты надо только прокомментировать что у нас дубль вэй как бы в общем случае нужно буква дубль вэй здесь без нее хорошо здесь пока и реки там-то и там где реки дубль вэй не надо игрек это дубль вэй на произведение иксов ну хорошо да я просто сорян если что такое же тут хорошо кольцо джетов у нас порождено вот и так далее с верхним индексом и где там и от нуля до бесконечности с соотношениями производящее соотношение выглядит вот так вот что это значит это это значит что привет пресс нулевом степени у нас соотношение при с первое соотношение одно еще и я вам напишу спасибо спасибо Продолжение следует... То есть, это пресс степени 1 и так далее. Общее правило того, как выглядят коэффициенты этого соотношения, следующее. К операции повышения верхнего индекса на единицу нужно относиться как к дифференцированию. То есть, на самом деле, туда даже честно существует дифференцирование кольца-джетов, которые на каждую переменную действуют повышением верхнего индекса на единицу. То есть, вот тут несложно заметить, что если мы подействуем таким дифференцированием... Если мы подействуем этим дифференцированием на нулевой коэффициент, то мы получим вот этот первый коэффициент. На самом деле, все коэффициенты строятся так же и всегда так происходит. А можно как-то описать те элементы, которые в этой теореме, о которых сказано, что они порождают это кольцо-джетово? Нам какой-то характер обещали. Ну, характер – это как бы уже следующий шаг. Ну, да, это вот... Я обещал, что его можно посчитать, но... Женя, давайте... Теорема, про которую спрашивает Андрей, это теорема про инъективность. Это теорема, что вот есть вложение в кольцо-джетово. Жень, давайте напишем. Ну, хорошо. То есть, на самом деле, если все писать корректно, у нас было кольцо от игреков. От игреков. И было его вложение, фактор по идеалу, в кольцо-дорочленов от W, X1, X2. И... То есть, Y00 перешел. Ну, это более-менее дороже самое, я уже писал. В W просто. Ик-0,1 в W, X2. Ик-1, 0 в W, X1. Сейчас. Ну, и так далее. Мы теперь можем... И так далее остался один элемент, а, Y001. Сейчас настаиваете. Ну, вот я как раз говорил про то, что в данном случае W можно опустить. Но... Вот именно в данном случае нельзя. Ну, одна из образующих единиц ослопнется тогда, что плохо. Сейчас. Возможно, это правда. То есть, вот это пример того, что нельзя. То есть, именно это можно, но тут нет. Ну, хорошо. И мы теперь можем определить элементы... Ну, давайте я напишу-таки про какой-то один из них. А, да, да. Очевидно, нельзя. Про самый большой, то есть, от S. По определению суммы... Ну, и все остальные элементы определяются так же. И по теореме J бесконечность ряда... R от P, где P в нашем случае квадрат, порождается элементами... И тут W... 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 В... 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 вот этими элементами я ответил на вопрос но вообще-то я утверждение теоремы я понимаю просто переписали в этом случае я думал будут какие-то конкретные многочлены из которых будет видно что вот они действительно порождают ну ладно нет да второй вопрос можно это теорема тяжело доказывается нет в общем случае но это одна страница логическое геометрии во всех наших случаях она получается автоматически ну короче это это более-менее элементарное утверждение ну да хорошо понятно спасибо ну то есть как бы это верно в гораздо более общем контексте зачастую когда у вас есть вложения ну то есть когда у вас есть положение какого-то кольца в кольцо многочленов на то есть то но у вас в таком случае вас всегда есть отображение джетов такой бесконечно порожденное кольцо многочленов вопрос как связаны образ и значит приведение вот этих джетов ну то То есть там всегда есть суррективное отображение, и оказывается, что в довольно общей ситуации это изоморфизм. Это просто следует из функции реальности конструкции из джета. В смысле, то, что наличие суррекции. А то, что это изоморфизм, это уже доказывается какими-то общими алгеброгеометрическими. В общей, ну, достаточно общей ситуации. Не совсем всегда, но... Но в нашей ситуации мы это умеем доказывать на разными способами даже. Ну да, собственно, в том контексте, в котором я сказал, если это вложение именно в кольцо многочленов, то, видимо, всегда верно. Хорошо, спасибо. Рома, у вас еще какой-то вопрос был? Ну, видимо, же нет. Не знаю. То есть, сказать чего-то конкретное про характеры я уже точно... Ну, не успею, наверное, нельзя говорить, потому что мы уже закончили, но, в общем, это долгий разговор. Не, ну, понятно, что если как бы двойственное, раз это было там косвободное действие, то будет свободный подмодуль, ну, то есть свободный над кольцом симметрических многочленов, и понятно, что характер отсюда считается. Мысль в этом. Да, ну, то есть мы двойственное пространство к градуированному... к градуированной компоненте фильтруем некоторым образом, таким образом, что все подфакторы этой фильтрации естественно, дошлистляются с некоторыми идеалами кольца симметрических функций. Ну, а дальше, если... Ну, идеалы, значит, свободные модули... То идеалы, свободные модули? Ну, главные. Да, и я забыл важное слово. Главные. И это тот момент, как раз, где квадратичность очень сильно играет. Да, а дальше, поскольку подфакторы свободные модули, то и все кольцо тоже свободные модули. Ты успел сказать про вот этот момент, что как бы вот это двойственное пространство, это главный идеал? Это вот такой красивый факт? Нет, наверное, не успел, но сейчас уже вряд ли. Ну, хорошо. Просто откуда взялись главные идеалы? Ну, я сегодня хотел сделать акцент на действии алгебротоков, а не на этих вычислениях. Но в любом случае, что бы я ни рассказывал, я бы все равно много не успел. Ну, хорошо, господа, еще какие-то вопросы есть? Если нет, тогда, Женя, спасибо, я остановлю запись. Хорошо. Ну, спасибо. Продолжение следует...